Назову себя полностью Моисеев Юрий. Я из XR департамента, технических специалистов департамента компании SoftServe. Сегодня буду читать доклад суррогаты, ремонт реалити. И очень удавно, что меня поставили все-таки сразу за любомером, потому что часть проекта все-таки ему принадлежит, грубо говоря, а мне помогли ребята с разработкой. И я, когда начал этот доклад, на самом деле, готовить, ожидалось, что я его буду читать всего 15 минут. Потом мы пообщались с ребятами, решили, что все-таки возьмем 45 минут. И я думал, что я возьму тот же маленький объем, который я хочу рассказать, просто прочитая его как бы в стиле АСАП. В данном случае АСАП это значит as slow as possible. И я еще, когда услышал, что человек попадает в Думу, может быть, еще чуть-чуть растянусь, шуточки повставлять. Ну и перейдем к докладу. Я доклад разделал на три части. Надо в первую немножко познакомить вообще с технологиями, о которых я буду рассказывать. Я расскажу об augmented reality, об виртуальной реальности, о истории, немножко развития этих технологий, о тенденциях технологий сейчас. Далее я перейду к РОСС, как человек, который работает с внешними узлами вне робота, грубо говоря. И в третьей части я расскажу немножко о самом проекте, в котором мы как бы реализовали этих суррогатов. И давайте начнем с того, что разберемся с этим словом. Я думаю, не все понимают, откуда вообще взялось слово. Суррогаты — это название и имя, да. Одноименный фильм «Суррогаты» с Брюсом Уиллисом. И это название было взято, потому что есть совпадение в концептах технологий, которые были представлены в фильме, с нашим проектом. Что происходило в фильме? Люди на улицу самостоятельно не выходили. Они всегда оставались дома. У них был визуальный интерфейс, у них был тактильный интерфейс, были какие-то инпуты, и они управляли роботами, которые проживали, грубо говоря, за них жизнь. Одна из причин, почему они так делали, — это безопасно. То есть если с роботом что-то случится, у тебя есть розет, есть сейф-мод. И давайте перейдем к истории. Я скорее расскажу даже не просто историю развития технологий, а свою историю. Если взглянуть в далекий для меня 2013 год, то доп. реальность в то время выглядела как какие-то 3D-объекты, которые прикреплялись к изображениям заранее, предефайнд. И все это можно было увидеть только на дисплее какого-нибудь планшета или телефона. И в редких случаях люди знают, что это могло работать еще и без изображения, маркерлесс. И если сейчас на это взглянуть, в 2019 году, какие есть устройства, как это выглядит, то можно представить, что нам заменили глаза на другие. Вот кто знает, есть Black Mirror, сейчас сериал, там подобные вещи были. И люди просто в настоящем мире видят еще виртуальные объекты, которые кто-то запрограммировал. И в данном году мы сейчас видим реальный environment, совмещенный с виртуальным, это мешанная реальность. Это очки мешанной реальности, по-моему, холоден за изображением. И немножко расскажу о том, что на текущий момент это очки, которые сейчас есть. Это очки, которые появились за последние полгода буквально. Я вот в 2013 году, когда я занимался AR, я работал на одной из компаний, которые, ну это одну из двух компаний, которая вообще имела какую-то прибыль из этого и нормально развивала. Кто знает, это Augmented Pixels. И пока я этим занимался, мы видели, что параллельно развивался VR, в виртуальной реальности. Появился тогда Oculus Rift Dev Kit. Мы чуть-чуть его потрогали, посмотрели, но он был очень сырой на тот момент. Вот. Потом Facebook купил Oculus, пятое-десятое, и мы уже имеем более-менее нормальные технологии. Я уже перешел на них, потому что они как-то развивались на рынке быстрее. И было интересно с ними работать. У меня была своя компания, мы занимались виртуальной реальностью, писали приложения, большие приложения на виртуальную реальность. И пока я занимался этим, в мире появились вот такие вещи, как HoloLens. Кто знает вдруг. Значит, HoloLens — это автономный, автономный хедсет меж на реальность. И мне даже удалось вот найти компанию. Я работал с компанией 7 месяцев только с HoloLens. И это было для меня удивительно. Я очень плотно, очень много с ними работал и не успевал уследить за тенденциями. И потом, когда я посмотрел, что творится на рынке, за те полгода, что я работал с HoloLens, в мире столько всего появилось. Вот буквально за полгода. У нас даже в соцсерве было одно из первых моих заданий — это изучить весь рынок. выписать в табличку огромное количество девайсов, выписать, какие из них более-менее достойны того, чтобы ими пользоваться и сравнить иную характеристику. Далее, вот я взял только AR и девайсов было на тот момент 60, из которых, правда, 30 я сразу отсел в силу своих, там, закрытая платформа и так далее, в общем. И вот то, что вышло за последние полгода. Oculus Go, он у меня тут есть на столе. Он особенный тем, он вышел буквально два месяца назад. У меня комментарии у нас... Слышно меня? Нет. А так? Да. У нас одна из предыдущих конференций была посвящена AR, VR и MR, и там есть... девочка делала исследование по поводу... как это сказать... совместимости или болезненных эффектов, которые вызывают холл и ленс. Вот можете посмотреть дополнительно, короче, если будете покупать себе домой. Двернемся к холл и лензу. К Oculus. Oculus. Чем он примечательен? Oculus Go это девайс, который по своей сути то же самое, что Oculus Gearware или Daydream, кто знает, может быть, есть. Это как... Ну, ближе для всех, я думаю, к картборту, да? Это вот меньше по качеству. Но суть этого девайса в том, что он полностью автономный. То есть это то, что мы имеем, и во что мы вставляем обычно телефон, но без телефона. Он полностью автономный и очень демократичный по цене. Он стоит около 200 долларов. То есть если сравнить с Oculus Gear, да, у нас телефон на момент появления, например, Samsung S7 Edge, он стоил там почти тысячу долларов и плюс Gearware там еще 50 долларов. Он так и стоит, но если сравнить вот нормальный телефон, который выдает такое же качество плюс Gearware, мы получаем Oculus Go, который тоже качество выдает всего за 200 долларов без каких-либо дополнительных девайсов. И если мы там возьмем аккумулятор, он адаптирован чисто для работы с VR, без связи, без Wi-Fi, если нам не надо. и это еще и долго работает. Дальше я просмотрел бы Magic Leap One. Вот этот девайс вышел тоже около двух месяцев, трех месяцев назад. Мне удалось сразу за ним поработать, когда его релизнули. Это я вот читаю венцом технологии вмешанной реальности на текущий момент. Не только в силу технологического прогресса, который в нем осуществлен, а в силу его цены. Потому что я знаю другие девайсы, которые очень дорогие, и он их в некоторых вещах даже опережает. И он намного дешевле. Значит, что мы с ним можем? Это очки вмешанной реальности, которые основная идея, мы видим своими глазами в виртуальном мире. В реальном мире виртуальный или на самом деле и в виртуальном реальной, потому что environment совмещены. То есть в виртуальный мир загружается сетка всего помещения, происходит continuous сканирование, special mapping называется. И у нас даже когда человек проходит, он рисуется сначала, потом происходит корректировка, человека нет. Если стул стоит долго, то это стул, это часть environment. Если мы его переставим, он через какое-то время перерисуется. это основа. А что теперь насчет конкретно этих очков? Во-первых, хорошее железо, чего не было ранее. Автономный девайс, на котором хорошее железо. Во-вторых, в нем есть eye tracker. То есть, во-первых, он видит фокусировку, куда ты смотришь. Если ты смотришь близко, он тебе фокусировку делает на ближние объекты, конкретно, если мы говорим о виртуальных объектов, а все остальное он блюрит. Он пытается сделать то, что мы видим в реальном мире. А если мы смотрим вдаль, то мы хуже уже видим в блюре немножко то, что ближе. Я говорю блюр, чтобы было понятнее, на самом деле там именно фокусное расстояние виртуальных камер происходит. И, кроме того, eye tracker еще видит, куда мы смотрим. То есть, если мы будем бегать глазами вверх, ни слева, право, он это заметит. И у нас даже в софт-серве, кстати, есть одна разработка. Ребята сделали такую маленькую презентацию. У нас есть мотоцикл или какой-то девайс, неважно, вызывается менюшка, и ты смотришь на цвет, который ты хочешь увидеть на этом мотоцикле. И на какой-то цвет ты посмотрел, в тот будет окрашен мотоцикл. Вот это коротко у нас же клип. Windows Mixed Reality. Это Windows Mixed Reality Headset. Вы можете, если вы просто сейчас загуглите, вы увидите, что это может быть как вот тут Acer, это может быть Oculus, это может быть Lenovo, и сейчас еще некоторые ребята делают. Это скорее платформа. Это такая универсальная платформа для Windows, Windows, которая примечательна тем, что используются трекеры, руки, у нас есть руки, у нас есть два контроллера, которые в виртуальном мире у нас аналогично рукам двигаются, и нам не нужны какие-то датчики, которые смотрят, что относительно чего находится. Нам достаточно шлем надеть, он проводной, правда, они все проводные, и у нас есть два контроллера в руках, и если мы делаем движения по комнате, то в виртуальном мире эти движения повторяются, то есть наше перемещение, наше движение рук и нас относительно всего инвармента, они воспроизводятся в виртуальном мире. И на самом деле из названия мы можем увидеть, что это микс реалити, то есть я с ним работал с очками виртуальной реальности, но там присутствуют две камеры, которые позволяют как в HTC Vive Pro, например, там тоже есть две камеры, мы их можем включить и видеть реальный мир, ну и работать с этими очками, как с очками мешанной реальности. вот, у нас есть этот девайс HMT1 и HMT1Z1, он вот, сказка у меня тут, чем он особен, особенен, это очки, ну вот кто знает, я думаю, больше знаете Google Glass, он маленький и он очень популярен, да, очень много рекламы было, маркетинга, это по сути тоже устройство, но ближе к Enterprise в том плане, что он сделан таким образом, чтобы можно было использовать на стройках, в взрывоопасных, в огнеопасных, в общем, он не тонет, не горит и конкретно 1Z1 модель, которая месяц назад вышла, он предназначен для взрывоопасных мест, то есть, я не знаю, какие-то карьеры, какие-то газовые работы и это устройство полностью hands-free, то есть, он управляется с помощью голоса, у него нету никаких других там гэш recognition, у него нету у него нету айтрекеров этих всех и только голосом мы можем управлять, что примечательно оффлайн, то есть, в нем очень хороший оффлайновый гэш voice recognition, так, перейдем к окулус квест, окулус квест, я его, кстати, добавил вот буквально позавчера, потому что я узнал, что он вышел, этот девайс вышел где-то две недели назад приблизительно, и чем он отличается от всего того, что было до этого, это вот как окулус го аналогия гир в, так окулус квест аналогия какого-то вот windows mixed reality, окулус рифт, окулус HTC Vive Vive Pro, он беспроводной и без бас тоже работает, то есть у нас есть руки, у нас есть голова, мы перемещаемся по комнате, и это все по Wi-Fi, это на самом деле большое достижение, перейдем к следующему слайду, сейчас, это немножко пример, да, технологии, тенденции, что сейчас делают, какие применения в бизнесе, очень популярная тема, это remote assistance, у нас имеется человек с шлемом, который плохо разбирается в своей работе, и имеется человек за компьютером, который в его работе хорошо разбирается, у человека мешанная реальность, он может в своей мешанной реальности руками виртуальный карандаш делать, рисовать, дорисовывать объекты, в мешанной реальности можно, тут просто это представлено, можно как-то с бар на стены вешать разные процессы, которые крутятся внутри операционной системы, и вот в данном случае мы видим, как человек делает предположение в чем проблема на девайсе, человек с лаптопом имеет возможность в его мешанной реальности дорисовать еще объект, и он показывает, где действительно проблема, он показывает на проводочек, и насчет вот этих таз-баров, у нас человек, у нас человек имеет такое окошко наподобие скайпа, мессенджер, с помощью которого, то есть у него еще и голос, у него и динамики, он может еще и общаться с другими людьми и видеть их, при том, что у него объединенная мешанная реальность, которая еще синхронизирована с тем, что на лаптопе у человека. Это концепт, или уже здесь есть? Это есть? В Euphoria Chalk, например, есть технология, есть в Arquity Remote Assistance, в последнем добавленный и в SDK, можно его использовать. Из коробки? Да, из коробки. Вот. И я сделаю резкий переход к следующему слайду. Казалось бы, не связанный, да, ни с чем. Просто когда говорим, ну, о суррогатах, вернемся к суррогатам, если вот вкратце описать тот проект, который мы сделали, о котором я буду дальше рассказывать, то мы взяли человека, надели на него хедсет, этот хедсет считывает аналоговые синапсы внутри его мозга, как-то преобразовывают в цифровой сигнал, этот цифровой сигнал имеет какие-то паттерны, мы их улавливаем и интерпретируем какие-то команды для управления роботом. Это те слова, которые я бы говорил тут через 10 лет, я думаю. Вот. А сейчас немножко, да, люди понимают, что значит ASAP-стиль доклада. Вот. Насчет Илона Маска. Я думаю, всем хорошо известен. Известный это реальный революционер в области написания скандальных твитов. Он сейчас просто реально занимается чтением синапсов человеческого мозга. Нейролинк, компания, которую он создал в 2016 году, она как раз занимается этими вещами и это приближает нас к суррогатам. То есть мы можем уже не пальцами нажимать на кнопки, не даже в виртуальном пространстве что-то рисовать и нажимать на виртуальные кнопки, а мы можем просто о них думать. Это вот будущее вторая часть моего доклада. Значит, что мы видим на экране? 10 лет это оцетка казалось бы оптимистичная достаточно, что уже через 10 лет мы просто будем думать о каких-то командах и они будут работать. Но это не похоже на реальность. А тем временем вот есть вещи, о которых люди просто не знают даже. Я думаю, даже в наших краях внутри софтсерва не все знают, какие технологии у нас есть. Например, Aerial Barton это японская компания. Они создают хорошие голограммы еще с 12-го года, которые работают даже под солнечным светом. У них есть в 15-м году хорошая презентация. Они сделали мобильный аппарат, который цепляется на машину и создают голограммы хорошо отображаемыми в реальном энвайроменте с подсолнечным светом, под ярким небом. И как они этого достигли, это, конечно, другой вопрос. Они разогревают лазером воздух до такого состояния, что молекулы взрываются со свечением. То есть даже на самом деле можно эти голограммы потрогать, но у них есть видео и статьи на тему того, что лучше не трогать, потому что остаются ожоги. А внутри софтсерва тем временем у нас есть проект TouchMyHeart. TouchMyHeart это проект, в котором R&D команда может увидеть свое сердце, которое бьется синхронно с собственным в мешанной реальности. Оно вот перед нами и оно может его потрогать. то есть у нас есть еще дополнительный это уже не датчик, это уже устройство, которое создает тактильные чувства. Мы когда приближаемся к сердцу, ультразвук создает ощущение тактильное. Это выдевается снизу этой планшетки? Да, это ультрахаптикс, он излучает, он издает звук ультразвук. Итак, ROS from outside. Тут речь о том, что я работал с ROS, но я работал не с самим роботом. Я писал что-то для того, чтобы управлять роботом. Я писал, может, кто-то знает, работал с Unity. Есть, да, пара человек. Человек. Да, устанавливал. Хорошо. Почему мы использовали ROS вообще? Потому что ROS это достаточно универсальная штука в том плане, что мы можем сделать любого буквально робота на базе ROS. И почему мы взяли Unity? Потому что это универсальная платформа для разработки приложений почти на все. Это платформа, на которой можно делать билды на примерно 30 целевых платформ. И вот если даже просто взять вот эту мой набор девайсов, то мы видим три девайса на базе андроида, то есть тут вообще один билд залит просто на три девайса. Эти три девайса абсолютно разный инпут имеют. и он одинаково работает на все. То есть не работает. Как андроид вначале, да. Посмотрим на то, как выглядит ROS outside. Что мне надо знать, то есть для того, чтобы разрабатывать такое приложение для управления роботом. Мне надо знать, что есть некоторые ноды, некие ноды, это узлы, узлы это какие-то процессы, которые крутятся, и они между собой общаются. Общаются при помощи топиков. Значит, процесс может что он делать? Он может ждать какого-то сообщения с сенсоров или инпутов, а может быть тем, кто наоборот что-то создает, генерирует шлет, например, вот собственно инпуты, может с камерой работать, то есть он может быть один нод, это тот, кто генерирует месседж от камеры, а другой нод это тот, кто получает этот месседж и его распаковывает. Как это осуществляется? Обычный TCP, IP протокол, сокеты, мы создаем месседжи, пакуем их в стринг, канал для связи, передаем сообщения. Если мы возьмем конкретно наш случай, где мы взяли Unity Application, то здесь используется ROS Bridge, он работает на WebSocket, сообщения пакуются в JSON формат, там уже внутренний протокол, мы передаем сообщения туда-сюда, на ROS у нас должен стоять пакет ROS Bridge, который создает WebSocket сервер, к которому мы можем подключиться, а внутри Unity проекта должен быть ROS шарп, который создает WebSocket клиент, и в этом ROS шарпе на самом деле очень удобная API, я даже многие месседжи не разбирал, я просто цепляю компоненты, я вижу по названию, с чем они работают, и они сами работают, то есть если взять, например, input, то я брал CMD VL, кто знает, то есть твист сообщения, два вектора, передаю на него, и у меня есть вращение и направление движения, а камера, я просто повесил компонент изображения с робота, и все, он уже сам знает, как запаковать нужное мне сообщение и передать на робот, и собственно о самом проекте, мы взяли, у нас была идея вообще сделать простую дэнку для выставок, наверное, мы взяли Waffle, TurtleBot Waffle, о котором рассказывал немножко Любомир, мы взяли один хецепт, Epson, Moverio, японцы, сейчас, секундочку, вот так выглядит TurtleBot, кто не знает, LIDAR, LIDAR, и вот так выглядит Epson Moverio, кстати, кому интересно, он на розетке, по-моему, до сих пор продается, его используют для управления дронами, вот, и мы это сделали вот чисто под эти два девайса, но потом оказалось, что действительно наше приложение на Unity, наш ROS внутри робота, это универсальная штука, то есть мы можем сделать какого-то дрона, запихнуть в него те же пакеты, у нас есть даже на GitHub эти пакеты, ну, то есть готовая ROS-система, которую мы можем переиспользовать других, с какими-то ограничениями, да, у нас не написано управление какими-то летательными аппаратами, у нас еще нету роборуки, но с этими ограничениями оно будет работать, и точно так же на хедсетах у нас есть код, который я еще не успел выложить на GitHub, но доступный код, который работает на многих очках, и куда бы мы не залили, у нас есть Unity проект, мы выбираем просто платформу, тыкань build, и будет все работать. Вот, наш проект поделен был на четыре этапа разработки. Первый этап разработки хоть что-то, чтобы работало, то есть у нас должно быть изображение с камер робота, и у нас должны работать какие-то инпуты, хоть какие-то. Во втором этапе мы уже к существующим инпутам добавляли voice, то есть мы говорим какие-то голосовые команды, и робот их выполняет. В третьем визуализация карты, с которой работает робот, и в четвертой уже мешанная реальность, ну там разные возможности управления роботом, например, с жестами руки. давайте я вам расскажу немножко про первый этап. На скрине мы видим гифку, в которой значит собственно интерфейс приложения в юнити, который я сделал, здесь две камеры, интерфейс для их управления, это все не важно, и у нас визуальный инпут, в котором понятно, вперед-назад он едет влево-вправо, поворачивает и соответственно изображение перемещается в предсказуемо. Кроме того, на этом девайсе есть еще хардварные кнопки, они тоже работают, то есть вперед-назад, лево-право, и он едет. И вот то, что я говорил, да, CMD-WELL у нас просто два вектора, один вектор отображает в 3D-пространстве, куда надо переместиться, направление вектора показывает куда, его длина показывает как быстро. И, соответственно, еще один вектор, это углы Эйлера в трех осях, куда вращаться и с какой скоростью. И камера, две камеры, которые я не знаю, как работают. Я один раз посмотрел в код, что вам пакуются сообщения, отправляется на какой-то топик, оно работает и замечательно. Второй этап Voice Команды. Voice Команды это еще один болючий вопрос. Суть простая, да, то есть у нас уже есть инпуты, пакуются сообщения, надо просто сделать Speech to Text, этот текст как-то интерпретировать в команды и все, эти команды уже написаны. Но у нас два ограничения в данном случае, именно у нас. У нас в архитектуре, во-первых, не предусмотрен интернет вообще. У нас Wi-Fi модуль робота соединен с Wi-Fi модулем хедсета напрямую. И они как бы уже заняты, к интернету мы не рассматриваем вариант отключения. То есть мы ожидаем оффлайновый Voice Recognition. И одно из решений, которое мы решили именно на этом Levi's сделать. Тут даже TTS Google сервисов нет, потому что японцы вебс они вырезали Google сервисы. Поэтому остался вариант найти какой-то оффлайновый просто плагин. Мы взяли семью Sphinx, который только на андроидах, не, не только на андроидах, на нескольких платформах он работает и в оффлайн режиме. Я с ним немножко помучился, и мы получили более-менее работающий результат, но мы решили от него отказаться, во-первых, потому что с ним надо было еще немножко поработать, подобрать параметры, точности, с каждым микрофоном он еще по-своему работает, там тресхолды есть. А во-вторых, потому что тенденции рынка указывают, что я думаю, с текущего момента уже почти все хедсеты будут выпускаться с оффлайновым собственным voice recognition, а уже через два года это будет общая платформа, на которую один код надо писать. Вот если мы возьмем вот этот хедсет, это HMT1, то на нем отличный оффлайновый voice recognition, который вообще превосходно работает, и на Unity, в частности, минимум кодов, там, две строчки, ну, то есть два метода в API, это подписаться и отписаться на какую-то команду, да, то есть у нас есть какое слово мы хотим услышать и какой колбек, мы можем на это подписаться, можем отписаться. Кроме того, Google Glass даже, который, на самом деле, это слабая машина, я с ней работал, и мы решили с ней не работать, он при всей своей слабости, он очень сильно греется, он хорошо работает свой с recognition, то есть в оффлайн режиме мы можем говорить команды, он их выполняет. Единственная проблема, там уже немножко надо знать особенность каждого девайса, да, в каждом девайсе по-своему сделан voice recognition, то есть нет какой-то общей сейчас платформы, семью сфинкс было бы хорошим решением, но легче разобраться с каждым девайсом, дописать, я, например, на этот девайс дописал за полчаса код, который подписывает нужные команды и все. и даже если взять старый девайс 2013 года, я с ним работал, это Wuzix M100, это очень слабое устройство, он у нас есть, он даже, у него 5 секунд держит аккумулятор, поэтому мы его втыкаем в пауэрбанк, чтобы он хоть чуть-чуть поработал, и при том, что какой он слабый, там, я не знаю, там, атом какой-то, очень слабый процессор, плохая, он свой маленький, там, 200 на 300 экран, еле выдерживает, но при этом в нем уже был хороший voice recognition, в оффлайн режиме я специально выключил интернет и попробовал, и кроме того, он дистанционно распознавал жесты, то есть лево-вправо, вперед-вниз-вверх, да, вперед-вниз, лево-право, то есть если в 2013 году уже сделали такую железяку, то я думал в будущем это вообще не проблема. И третий этап визуализация карты у нас это три момента. Первое это робот сам изучает пространство, рисует карту в реал тайме и мы можем в хатсете наблюдать, как он это делает. Второй момент это у нас уже есть готовая карта, мы можем указать куда мы хотим и этот робот сам Pathfind делает, то есть поиск кратчайшего пути. Мы можем даже расставить несколько точек, задать ему траекторию, задать задержки, где он должен постоять, чтобы загрузили на бутера бутербродики. Любомир там выглядывает на меня. Вот. И как мы решили это реализовать? Да, у нас есть AirVis в Росе, который позволяет визуализировать какие-то визуальные есть сенсоры и мы можем видеть какую-то картинку с этих сенсоров. Кстати, в данном случае это изображение с Лидара. Чуть-чуть она дописана, да, текстбоксы какие-то вставлены. 2D-карта у нас есть и AirVis просто отображает 2D-карту. AirVis он может быть в разных видах. и как мы решили в Юнити сделать AirVis. Мы берем HTML-страничку на самом деле и делаем в Юнити браузер, в котором это HTML-веб-страничка локальная. И внутри этой странички просто WebSocket клиент, который туда же подключается и JavaScript application, который отображает нашу карту. и четвертый этап это работа с смешанной реальностью. Это на самом деле этап единственный, над которым мы еще не успели поработать. У нас уже первые два этапа работают, третий ребята уже начали работать карта на самом роботе, я еще не сделал карту отображения. четвертый этап это вмешанная реальность, в частности hands recognition. То есть у нас в вмешанной реальности Magic Clip позволяет распознавать руки, пальцы, все суставы. Я искал в интернете нормальную картинку, чтобы показать как это происходит, но на самом деле это настолько новый девайс, что еще никто не успел воспользоваться этими возможностями, написать какой-то application, и у них нет даже своего дефолтного предпоказа. У них есть правда SDK, в котором есть дефолтная сцена, но это же тот же процесс. И я тогда расскажу немножко про сам application, который я написал. Это платежная система, в которой у нас загружено много жестов. Вот этот жест означает какое-то меню конкретное. у нас два меню в левой и правой руке как taskbar. То есть окно, мы можем перемещать из другое окно, мы вызываем какой-то элемент меню, мы его где-то располагаем удобно, потом опускаем три пальца и это меню фиксируется в пространстве. Далее мы уже можем левой и правой рукой кнопки нажимать, отменять, там очень много жестов, очень много команд, home, back, task, bar и так далее. и таким образом что мы хотели сделать для робота? Мы хотели сделать впечатляющую, это еще будет сделано даже в этом году, впечатляющую демонстрацию, в которой мы роботом управляем при помощи жестов. То есть мы можем вот, например, создать карту, элемент, прикрепить ее где-то на стене и протыкать вот просто пальцами траекторию, где мы хотим увидеть этого робота. Какие-то там вот задержки, можно там на менюшках везде подергать слайдики, можно там показать какой-то жест, слушая мою следующую команду и пальцем указать я хочу тебя видеть здесь. И он просто приедет, у них у робота и у хедсета легко совмещаются environment то есть карта робота с environment вмешанной реальности в шлеме и робот знает куда надо приехать на карте. И настало время демонстрации, если у меня есть время Женя есть говорит, что время есть и я тогда попробую хотя бы кого-то подключить. Я пока смотрел любомер демонстрации боялся, что у нас все-таки еще совпадут некоторые слайды, потому что были слайды, которые у меня сначала были, потом я их удалил, некоторые картинки, которые по Росу я хотел тоже использовать и удалил, переписал там некоторые сам нарисовал Коннект. Я могу рассказать. Помните слайд, где был интерфейс? Вот у меня сейчас этот интерфейс. Я вижу свои ноги. и теперь я могу показать. Я нажимаю кнопку вверх, он едет вперед. Я нажимаю кнопку вниз, он едет назад. Есть тачпад абсолютно аналогичный тому, что мы на ноутбуках используем. Я тут зажимаю кнопку, чтобы появился джойстик. Сейчас я буду себе зажимать. Вот, зажимаю джойстик, я двигаю палец вверх, и он поехал вперед. Я двигаю палец вниз, не туда поглянул, сейчас, а он поехал назад. Так, я от него отключился. Случайно. Красная кнопка. Сложно, да, красная кнопка имеется. Сложно показывать и одновременно тыкать. Также я написал инпуты на voice. Это у нас HMT, который слушает только голосовые команды. My programs. ROS communicator. Маус клик. Надо подождать немножко. Navigate home. После перезапуска робота не установил еще Wi-Fi. Придется вам что-то интересное еще рассказать. Может, есть какие-то вопросы? Да? расскажи, может, ты знаешь больше деталей про визуализацию 3D сейсмичного куба, что сейчас занимается? Сейсмичный куб? Или ты в параллелии ведешь к этому проекту? Я в параллелии. Это Machine Learning Team занимается. Я с ними перед выездом на конференцию до меня подъезжал Микола Максименко, новый директор R&D Team и запитался щодо визуализации в Unity с Machine Learning. Я ему рассказал про то, какие решения. И он говорит, что Google пробовали, они не вышли, нужно найти новые. Я говорю, ну тогда давай в понеделок, когда я вернусь из конференции. Все, что я знаю про этот проект. Доброе. Recent Applications. Маус клик. Маус клик. Пожалуйста, заработает. Move forward. И естественно, ничего не работает. Наверное, подождать. Да, тут есть такая проблема, почему-то надо чуть-чуть еще посидеть, разобрался, но Twist подписывается долго. То есть, когда мы подписываемся на Topic, должно пройти какое-то время, как при автолаунч запускается Wi-Fi, запускается сервис, обрабатывающий камеру. Также, почему-то подписка именно на Twist работает дольше, чем подписка на камеры. Move forward. Move back. Не слушается. Давайте мы его отложим тогда. ногой, да? Move left? Move right? Нет. Я предлагаю вам, кому интересно, все-таки увидеть эту демонстрацию, подойти немножко позже, думаю, в коридоре все равно будем, и вы захотите, наверное, сами увидеть, как это выглядит, и поуправлять роботом голос. и последний раз, перед тем, как выключить девайс. Move forward. В отеле тоже ситуация была. Окей. Recent applications, dismiss all. мне приходится выключать приложение, чтобы не было конфликтов в инпутах. Я сделал систему, у меня постоянно процесс, который постоянно отсылает нули, если я ничего не делаю в инпутах, и какие-то инпуты, расставленные по приоритету, если что-то есть. И если с одинаковым приоритетом я с разных девайсов присылаю инпуты, то он по очереди слушает всех. Так. Надеюсь, это будет работать. А то у меня презентация сидела. это Oculus Go, виртуальные очки, виртуальная реальность, в которых вы понимаете, в этот раз я не вижу вас. Мы можем поверить тебе на слова. Да, вы должны поверить мне на слова, или посмотреть, что будет чуть-чуть позже. Та же ситуация, надо чуть-чуть подождать, пока он подпишется, и оно еще может не разработать сейчас, возможно, эта проблема на стороне Росса. Хочу заметить, что это основная стратегия продаж. Да, да, да. Короче, все, что я рассказывал, только что перечеркнуло, да, оно все не работает. Окей, давайте я пока на вас отвлекусь, я параллельно займусь этой демонстрацией. Задавайте вопросы. Малюю тактильные почуття. Мается на увазе, что какие-то какие-то подпишутся, не работает. Взагалі, я знаю, что есть у японцев какие-то разработки, так, что, я могу, не про то, иде мова, но в роботе есть, например, тактильные датчики, и мы можем их визуализовать, в каких местах. рука оператора. Ну, я зрозумев, но, по-моему, нет. А, я думаю, сейчас у нас что-то что-то с ультрахаптиксом. У нас навіть подписано уже партнерска, партнершип с компанией, которая разработает тою ультрахаптикс. Еще питание? Да. Вы сразу остановились на Unity 3D. А какие были альтернативы? Unreal Engine. У нас просто есть experience, что на Unity 3D разработать немного быстрее, чем на Unreal Engine. И, крім того, мы подавилися, просто загулили Росшарп. Нам краще зайшов. А так, ну, есть другие варианты. На самом деле, если взять, например, Android, только Android. Там немного сложнее уже с визуализацией, но там есть тоже СВСДК, который достаточно легко додает свой проект и с ним уже работает робот. Сейчас я не буду бачить, кто поднимает руки. Секундочку. Еще вопросы? у меня есть вакансии, вакансии, там, что не работают. А у меня проекты Я уже с клиентами працю, и у нас сейчас только один большой проект, и он только начинается. Мы начинаем набирать много 3D-шников, может дизайнеров, но больше экспертов, программистов в 3D. И это будет VR. Это будет больше не классический VR с шеломами, а VR, который ближе к навигации в Тур-360. Например, я остановился в готеле, и я, когда смотрел на сайте, в них была использована универсальная платформа для таких сайтов, на которых я мог пройти по готелю по фоткам в 360. Мы такую же платформу, по сути, пишемо, но там уже появляются 3D-шниковые вещи, какие-то там асистансы, какие-то там навигации не только по кімнатам, а там можно открыть полочки. Так, секунду. О, поехал, посмотрите. Значит, суть такая. У нас в этом девайсе есть контроллер, который 3D-шный, и он распознает только повороты девайса. Их можно визуализировать. У нас есть курсор, который крутится. И я это быстренько писал на текущее выступление, поэтому все, что я придумал, это зажимаешь кнопку, опускаешь руку, он едет вперед. Поднимаешь руку, он едет назад, влево он поворачивает влево, вправо он поворачивает вправо. И можно, естественно, комбинировать вперед-налево, назад, направо. Что-то заработало. Спасибо. Есть еще вопросы? Нет. Как этот кит называется? Кто? Как это называется? Кит TurtleBotWaffle. Черепаха. Твои жестов, которые ты демонстрируешь, он как-то стандартизирован? Или вы сами его знаете? Нет. Это я... Ну, я могу получать повороты в устройство. Я, на самом деле, там есть еще смещение руки относительно головы. Мне это не надо было использовать. Можно, конечно, лучше интерфейс нарисовать так, где курсор. У тебя есть вот такой же, как я рисовал, визуализированный манипулятор. И мы дергаем вот этот кружочек по манипулятору. Это было бы удобнее, но это надо дописывать. Потому что надо сделать интеракшн луча от курсора, от контролера с интерфейсом. Да. Все распознавачи голоси там для команд, которые сейчас уже офлайн работают. А, получается, попросите про английскую мову или может? Если говорить про Siri, то она знает много мов. И она может даже помогать. Может, какие-то API можно использовать. Я знаю, что это сложно. Но, возможно, его. И... Если мы говорим про семью Сфинкс, которую я на начале рассказывал, то семью Сфинкс поддерживает много мов. Ты выбираешь мову, и там нужно создать дикшнеры, и создать, какие слова ты будешь использовать. Это очень популярная испанская мова. Тим паче, до речи, я использовал разработку под Unity, немного адаптованную, там уже доробил, но смью Сфинкс написаный испанцем, да, с классического андроидом на Unity. А какой алгоритм для поиска пути? Алгоритм поиска пути? Это уже для любой меры вопрос вышел. Ну, я предполагаю, что там что-то наподобие Астара используется, потому что я видел, как визуализирован поиск пути, что есть какие-то бордеры, и он ищет ближайший путь, постоянно тыкаясь в стенки, и потом проходит, это похоже на Астар. О, подожди, ушел, окей. Вот тот человек знает. Но, я думаю, что даже если любомерно спросим, любомерно можешь подойти, какой алгоритм поиска пути используется в Росе? Ну, насправді можно использовать разные, залежно, який пакунок будет использована, ну, переважно используют азерочкой, азерочкой, но там есть разные, можно найти пакунки, и где зерочкой есть, если там очень хочется, можно дейкстрировать. Просто так. Спасибо. Еще вопросы? А из каких ситуаций можно подъединить до внешних дисплеев? Показывать нам то, что видите? На самом деле можно, просто сейчас технически это было бы сложно. Но, скажем, вот этот шлем, он не полностью автономно работает в плане, если мы хотим подвязать карту, нам придется по-любому подвязать карту. Для того, чтобы вообще создать аккаунт, надо синхронизироваться с телефоном. А с телефона уже с любого есть возможность показывать на любом компьютере. Ну, то есть, у нас всегда есть Broadcast на телефон, если мы нажмем кнопку. Потом, если возьмем этот шлем. То есть, если вкратце, то у них у всех есть. Здесь классический Android, например, используется. По ADB Tools мы можем сделать стрим и все будет работать. С любого почти девайса, который я знаю. Да, по-моему, с любого можно сделать визуализацию того, что мы видим. Но у каждого своя реализация. То есть, нельзя какую-то универсальную тол-зу сделать. Я думаю, это вообще сложно на уровне архитектуры. То есть, у кого-то Android, у кого-то у HoloLenzo UVP используется. UWP, Universal Windows Platform. В Magic Leap хоть и используется UMI Noise, который как другой Android, но обычный ADB Tool не работает на нем. У него свой MLDB Tool. Какая общая идея этого проекта и конечная цель? Управлять любым роботом, где есть ROS, например? По сути, да. То есть, у нас есть платформа. То есть, есть проект, который мы можем залить на любой шлем. И у нас очень много инпутов. И в будущем появятся Synapse Bay, появятся какие-то там тактильные датчики, какие-то другие инпуты. И вот у нас уже есть проект, в который надо будет просто дописать еще один инпут, например. И оно уже будет работать. Ну и на ROS уже много существует роботов, тоже которыми, по сути, один проект работает на всех. Есть еще вопросы? Отпускаем его. У меня есть еще последний слайд. на который я могу сказать, если вот взять, да, начало наше суррогаты. И вот то, что я сейчас показал, то, возможно, люди уловили параллель, да, что у нас есть в этот фильм, как развиваются технологии, что мы видим сейчас. И, ну да, собственно, философский вопрос на дисплее, значит, ну, конец моей истории. Спасибо. Спасибо. Спасибо.